Итоги работы местного отдела МВД за прошлый год открыли очередную сессию Армавирской городской думы. Полицейским удалось улучшить раскрываемость до 47%, не допустить массовых беспорядков и сократить подростковую преступность. На территории обслуживания отдела на 16,5% сократилось общее количество зарегистрированных преступлений. Если 2015 год это было на минус 449, то есть мы в 2016 году зарегистрировали 2265 преступлений. В числе учтенных снизилось число совершенных грабежей на 10%, 53,6%, крах чужого имущества на 27%, 894,337%, фактов неправомерного завладения транспортными средствами на 41%, 16,11%. Особое внимание депутаты уделили безопасности на дорогах. На Лобинском повороте в федеральной автодороге «Кавказ» нет освещения и в темное время суток здесь происходят ДТП, в которых гибнут люди. В 2011 году суд вынес решение, по которому должны были установить стационарные фонари. За 6 лет участок дороги несколько раз переходил от одной организации к другой и до сих пор никто не выполнил эти работы. Как мы можем это администрировать, если мы не будем делать действенные меры? Правильно говорит депутат Виноградов. Сегодня должны исполнить решение суда и поэтапно делать то, что сегодня является также проблемой по безопасности дорожного движения. А то, что надо выходить на Росавтодор, я тоже согласен. Есть собственник дороги, который уполномачивает или Упор Дор Черноморье, или другим третьим организациям, которые сегодня должны выполнять свой функционал. Армавирская прокуратура несколько лет ведет переписку с участниками судебного процесса. Игорь Стуканок предложил подключить к работе следственные органы. Мы видим, что собственник дороги, он готов работать. Ему нужны просто соответствующие денежные средства. Он провел уже экспертизу, он знает, какая ему сумма нужна на этот участок дороги. Остается вопрос выделения федеральных денежных средств. Эти денежные средства нам надо все вместе добиться от федерального агентства. Поэтому я считаю, не лишним абсолютно будет, если вы, как депутаты, подготовите, направите соответствующее обращение. Следственный орган, я думаю, что там даст оценку и другим должны остановиться. Не меньше вопросов вызвала и работа фонда капитального ремонта многоквартирных домов. В Армавире запланировано обновление коммуникаций в 16 домах и замена 32 лифтов. Но работы, которые должны были выполнить в прошлом году, даже не начаты. Ввиду того, что конкурсная документация фондом была подготовлена некорректно, конкурсы по замене лифтов были приостановлены федеральной антимонопольной службой. В настоящее время конкурсная документация фондом приводится в соответствие, после чего конкурсы будут объявлены повторно. По капитальному ремонту трех крыш 3 марта 2017 года определены были подрядчики. Таким образом, сроки проведения капитального ремонта, предусмотренные косточными планами, на 2015-2016 год фондом значительно нарушены. По сбору взносов Армавир демонстрирует один из лучших показателей в крае. Капремонт оплачивает 68% горожан. Но результата пока нет. План работ уже составлен и в данный момент ведется подготовка документации. 17 марта уже подготовлен документ и размещены на торговой площадке на изготовление проектно-изыскательских работ по лифтам. Срок реализации данной программы до 1 июля 2017 года. Что касается трех кровель, которые были выставлены, отыграны, заключены контракты. Вчера состоялась передача подрядчикам двух домов по кровлям. Сегодня передается третья кровля. Значит, окончание выполнения работ по проектно-изыскательским работам. У нас до 1 апреля, после 1 апреля объявляются торги на отбор подрядной организации по выполнению капитального ремонта тех лифтов, которые были запланированы на 2016 год. Народные избранники пришли к выводу, что в Армавере программа капремонта не выполняется, так как планы работ могут снова сорваться из-за затянувшихся сроков оформления бумаг. Вы называете, что мы с 1 апреля начинаем делать проектную документацию на выполнение ремонта. А когда же мы будем кровли? В декабре ремонтировать. Зимой, когда вы проекты изготовите. Назовите четкие сроки. Когда будет изготовлена проектная документация, когда будут отыграны конкурсы и когда по погодным условиям будет выполняться работа. У нас еще есть нормативные сроки подготовки домов к отопительному сезону. Я напомню, у нас отопительный сезон 15 октября. Кроме того, депутаты обсудили размещение светофоров, пешеходных переходов и остановок на проблемных участках федеральных и краевых дорог, изменения в местном бюджете и ряд вопросов, касающихся жизни города. Инна Лепеткина и Горщенников, служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.